Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем занятие по алгебре и начало анализа 10 класса и тема нашего сегодняшнего урока – определение производной и таблица производных. Основные цели и задачи нашего урока – это повторить определение производной функции, вывести производные некоторых элементарных функций, ознакомиться с таблицей производных функций и учиться решать задачи на вычисление производных функций. Для начала давайте вспомним определение превращения аргумента и функций. Пререшением независимой переменной в точке какой-то x0 называется разность. Дельта x равна x минус x0. А превращение функции f в точке x0 называет разность. Дельта f равна f от x0 плюс дельта x минус f от x0. Здесь следует отметить, что превращение функции показывает, насколько быстро растет значение функции при изменении каких-то определенных независимой переменной x. Тогда производные функции f в точке x0 называется число, которому стремится разностное отношение. Дельта f деленное на дельта x равна f от x0 плюс дельта x минус f от x0 деленное на дельта x. При дельта x стремящемся к нулю. И обозначается она как f' от x0. Функция, имеющая производную в точке x0, называют также дифференцируемой в этой точке. Тогда пусть d1 множество точек, в которых функция f дифференцируема. Тогда, сопоставляя каждому x, принадлежащему d1, число f' от x, получим новую функцию с областью определения d1. Эта функция называется производной функцией y равна f от x. И обозначается либо как f' или как y'. Давайте вычислим производную некоторых функций. Для начала рассмотрим самую простую функцию. Вычислите производную функцию f от x равная c, где c у нас константа, то есть это число, которое не меняется. Тогда вспомним, что f' от x это дельта f деленное на дельта x, где дельта f у нас вычисляется по формуле. f от x плюс дельта x минус f от x. Тогда дельта f у нас будет равен f от x плюс дельта x. Вместо него нужно подставить значение x плюс дельта x нужно подставить в значение c. Ну так как c у нас постоянное, то оно не меняется. c минус c даст нам 0. Тогда дельта f деленное на дельта x будет равен 0 деленное на дельта x или это 0. То есть производная постоянного числа равно 0. Это наш с вами ответ. Давайте рассмотрим еще одну простую функцию f от x равная x. Тогда вспомним, что f' от x это дельта f деленное на дельта x. Вычислим для удобства дельта f сначала. Дельта f будет равен x плюс дельта x минус x. x минус x можно сократить, остается у нас дельта x. Тогда отношение дельта f деленное на дельта x будет равно дельта x деленное на дельта x. Или это у нас единица. То есть производная функции f от x равная x будет единица. И это наш с вами ответ. Давайте рассмотрим еще одну функцию простую. Вычислим производную функцию f от x равная x в квадрате. f' от x у нас, как мы уже знаем, это отношение превращения функции к превращению аргумента. Сначала вычислим превращение функции. Для этого подставим сначала значение x плюс дельта x вместо x в исходное уравнение. Мы получим x плюс дельта x в квадрате и минус x в квадрате. А это у нас будет равно, если мы раскроем квадрат, то мы получим x в квадрат плюс 2x умноженное на дельта x плюс дельта x в квадрате и минус x в квадрате. x в квадрат минус x в квадрат можно сократить. Тогда мы получим следующее выражение. 2x умноженное на дельта x плюс дельта x в квадрате. Тогда отношение дельта f к дельта x будет равно 2x умноженное на дельта x плюс дельта x в квадрате деленное на дельта x. Каждое слагаемое можно поделить на дельта x. 2x умноженное на дельта x деленное на дельта x. Там дельта x сокращается, остается 2x. А там второе слагаемое, Δx в квадрате, деленное на Δx, будет равно Δx. То есть мы в конце получим ответ 2x плюс Δx. Но вспомним, что при x, стремящемся к нулю, Δf, деленное на Δx, будет стремяться к 2x. То есть производное от функции x в квадрате у нас будет равно 2x. Это наш с вами ответ. Итак, давайте теперь вычислим производную функцию f от x равна x в кубе. Вспомним определение производной снова. f' от x — это отношение приращения функции к приращению аргумента. Тогда сначала вычислим приращение функции. x плюс Δx в кубе — это мы подставили значение x плюс Δx вместо x в исходное уравнение — и минус x в кубе. А это у нас будет равно x в кубе, раскроем куб, x в кубе плюс 3x в квадрате умноженное на Δx плюс 3x умноженное на Δx в квадрате плюс Δx в кубе минус x в кубе. А это у нас равно x в кубе минус x в кубе можно сократить. Мы получим 3x в квадрате умноженное на Δx плюс 3x умноженное на Δx в квадрате плюс Δx в кубе. Теперь вычислим отношение. Δf деленное на Δx будет равно 3x в квадрате умноженное на Δx плюс 3x умноженное на Δx в квадрате и плюс Δx в кубе. И это все делится на Δx. Тогда это выражение будет равно 3x в квадрате плюс 3x умноженное на Δx плюс Δx в квадрате. Здесь важно вспомнить, что если у нас при x стремящемся к нулю, мы получим следующее выражение. 3x умноженное на Δx тоже будет стремиться к нулю, потому что любое число умноженное на 0 даст нам 0. Δx в квадрате тоже будет стремиться к нулю, так как 0 умноженное на 0 даст снова 0. Тогда Δf деленное на Δx у нас будет стремиться к 3x в квадрате. То есть производная функции x в кубе у нас будет равно 3x в квадрате. Это наш с вами ответ. Давайте посмотрим на вычисленные нами производные функции. c' у нас оказывается равно 0. Производная х — просто единица. Если просто пишется х, это означает, что у нее есть степень 1. А х в квадрате — это 2х. х в кубе — это 3х в квадрате. Отсюда мы можем предположить следующую гипотезу, что х в степени n' будет равен n, умноженное на х в степени n-1, где n принадлежит целым числам. Давайте, используя данную формулу, найдем производную функцию. f от х равна х в седьмой степени. Это у нас будет равно f' от х равно х в степени 7'. То есть это равно, вместо n у нас стоит семерка, значит 7, умноженное на х в степени 7-1. То есть мы получим 7, умноженное на х в шестой степени. Это наш с вами ответ. Давайте решим еще один пример. Найдем производную функцию f от х равна х в степени минус 8. f' от х у нас будет равен х в степени минус 8'. А это у нас равно, вместо n у нас стоит минус 8, пишем минус 8, умноженное на х в степени минус 8 и минус 1 по формулу. Тогда мы получаем это равно минус 8, умноженное на х в степени минус 9. И это наш с вами ответ. Давайте построим уже на основе вычисленных нами производных некоторых функций, построим таблицу, где в первом столбце у нас будут функции f от х, а во втором их соответствующие производные. Тогда производная постоянного числа у нас равно 0. Производная х у нас единица. Производная х в квадрате у нас 2х. Тогда напишем общую формулу просто. х в степени n у нас будет равен n умноженное на х в степени n минус 1. В дальнейшем мы будем пополнять данную таблицу производных еще более новыми простыми функциями, например, тригонометрическими. А в последующем, в 11 классах, мы будем пополнять его и функциями логарифмическими. Теперь давайте рассмотрим на производной строчке зрения геометрии. Как мы знаем, в геометрии тангенс угла касательный можно вычислить как отношение Δf к Δx. Если у нас Δx будет стремиться к нулю. Это наглядно видно на анимированном графике. Когда мы приближаем, уменьшаем Δx, мы получаем практически сливающиеся точки А и В. Тогда угол между данной касательной и осью Ох называется тангенсом угла касательный. И оно вычисляется как отношение Δf к Δx. Производная с точки зрения физики — это мгновенная скорость. Это можно представить следующим образом. Если вы посмотрите на спидометр машины, он в определенные мгновения показывает только определенную скорость. Например, если мы сейчас, в данный момент, посмотрим и попытаемся глазами зафиксировать его скорость, предположим, он показывает ровно 70 км в час. То есть эта скорость именно на тот момент времени. Вот это называется мгновенная скорость. Это и есть производная. А как его вычислять? Давайте представим, что функцию S от T, где S будет означать расстояние, пройденное за время T. И возьмем Δt — маленький промежуток времени. Тогда за этот маленький промежуток времени машина проедет маленькое расстояние, которое равно Δs. То есть Δs — это у нас расстояние, пройденное за время между T и T плюс Δt. То есть Δs у нас будет райом. S от T0 плюс Δt и минус S от T. Тогда, чтобы вычислить скорость на тот момент, за этот малый промежуток Δt, нам нужно поделить пройденное расстояние Δs на Δt. Если это время мы будем уменьшать и уменьшать, то мы получим скорость мгновенную. Но Δs на Δt по определению — это и есть наша производная. Как вы видите, производная имеет очень большое значение как в физике, так и в геометрии, но в дальнейшем мы посмотрим еще и в экономике. Давайте рассмотрим несколько еще функций на вычислении производных. Вычислим производную функцию f от x равная 3x минус 7. Воспользуемся определением. Сразу найдем Δf. Для этого подставим x плюс Δx в первоначальное выражение. То есть мы получим 3 умноженное на x плюс Δx минус 7 и минус 3x минус 7. Тогда, если раскроем скобки, то мы получим 3x плюс 3 Δx минус 7 и минус 3x плюс 7. Минус 7 плюс 7 можно сократить. 3x минус 3x можно сократить. У нас останется 3 умноженное на Δx. Вычислим. Теперь отношение Δf к Δx. Тогда мы получим 3 умноженное на Δx деленное на Δx. А это равно у нас 3. Ответ 3. Давайте вычислим производную функцию f от x равная корень от x. Вспомним определение, что f' от x у нас вычисляется как Δf деленное на Δx. Сначала вычислим Δf. Δf у нас будет вычислено по формуле. Корень от x плюс Δx минус корень от x. То есть вначале мы подставили x плюс Δx. Затем x в исходное уравнение. Теперь вычислим отношение. Δf деленное на Δx будет равно корень квадратный от x плюс Δx минус корень квадратный от x деленное на Δx. Здесь я хочу избавиться от корня в числителе. Для этого умножим и числитель и знаменатель на одно и то же выражение. То есть умножим числитель на x плюс Δx под корнем плюс корень квадратный от x. И знаменатель умножим на то же самое выражение. Тогда после раскрытия скобок мы получим x плюс Δx, первое выражение, минус x. И это все будет деленное на Δx умноженное на корень квадратный от x плюс Δx плюс Δx. А это у нас будет равно, если x от x отнять x, они сокращаются. Δx на Δx можно сократить. То есть числитель у нас остается единица. А в знаменателе корень квадратный от x плюс Δx плюс корень квадратный от x. Давайте вспомним, что при Δx, стремящемся к нулю, тогда корень квадратный от x плюс Δx тоже будет стремиться просто к x. Так как если к x прибавить 0, то мы получим просто x. Тогда отношение Δf к Δx будет стремиться. 1 деленное, заменяем корень квадратный от x плюс Δx на корень просто от x плюс корень от x. А это равно у нас 1 деленное на 2 корень квадратный от x. И это наш с вами ответ. Давайте восполним, добавим вычисленный нами производную от корень квадратный от x в нашу таблицу производных. Тогда она у нас расширится следующим образом. Давайте рассмотрим следующую задачу. Постройте график функции f от x равная x квадрат минус 2x минус 3 и приведите к нему касательную, проходящую через точку с абсциссой x0. Пользуясь рисунком, определите знак углового коэффициента этой касательной. Вариант а у нас x0 равная 3, вариант b у нас x0 равна 2 и вариант v x0 равно минус 1. Построим график наших функций. График функции f от x равная x квадрат минус 2x будет следующим изображен на графике. Тогда, если провести касательную в точке 3, а она является как раз пересечением с осью x, мы получим следующий угол β равный приблизительно 75 градусов. Тогда можно сделать вывод, что тангенс угла касательной будет у нас положительным. Теперь давайте построим касательную в точке x0 равная 2. Это у нас является точка с координатами 2 и минус 3. Тангенс угла касательной также является, а альфа у нас в данном случае равно 63 градуса приблизительно, то есть и в этом случае тангенс угла касательной у нас положительный. Построим график функции в график касательной в точке минус 1. Здесь у нас угол γ, образован между касательной и осью x, равна у нас 104 градусов приблизительно. То есть в данном случае у нас будет тангенс угла альфа отрицательным, так как угол у нас лежит во второй четверть. А мы знаем, что тангенс во второй четверти является отрицательным. Ответ у нас в первом случае у нас тангенс угла касательной в точке x0 равная 3 будет положительным. Во втором тоже положительная. И в третьем у нас отрицательная. Найдем теперь производную функцию f в точке x0, если f от x у нас равен 2x квадрат минус 3x, а x0 равно вариант а 0,5 и вариант b 3. Для начала найдем производную функцию f' от x. Для этого найдем сначала Δf. Δf у нас будет равен f от x плюс Δx минус f от x. То есть сначала подставим x плюс Δx в исходную функцию f от x, затем подставим x. То есть мы получим 2 умноженное на x плюс Δx в квадрате минус 3 умноженное на x плюс Δx и минус 2x квадрат минус 3x. Раскроем скобки. Мы получим 2x квадрат плюс 4x умноженное на Δx плюс 2 умноженное на Δx в квадрате. И минус 3x умноженное на минус 3 Δx. И минус, в правой части все остается, 2x квадрат минус 3x. Раскрыв скобки, мы можем сократить 2x квадрат на минус 2x квадрат и минус 3x на плюс 3x. То есть у нас останется 4x умноженное на Δx плюс 2 умноженное на Δx в квадрате и минус 3 умноженное на Δx. Теперь найдем отношение Δf к Δx. Это будет 4x умноженное на Δx плюс 2 умноженное на Δx в квадрате минус 3 Δx, деленное на Δx. А это равно 4x плюс 2 Δx минус 3. Важно вспомнить, что при Δx, стремящемся к нулю, 2 умноженное на Δx также стремится к нулю. То есть отношение Δf к Δx стремится к 4 умноженное на x минус 3. То есть производная f' от x у нас 4x минус 3. Теперь подставим вместо x значение 0,5. То есть найдем производную в точке 0,5. f' от 0,5 будет равен 4 умноженное вместо x подставляем 0,5. и минус 3. А это равно 2 минус 3, то есть ответ минус 1. Теперь подставим вариант b. Подставим значение 3 вместо x. Мы получим f' от 3 равно 4 умноженное на 3 минус 3. То есть это равно 12 минус 3 равно 9. Ответ у нас 9. На этом мы подходим к концу нашего урока. Мы с вами повторили определение производной функции, ознакомились с таблицей производных функций, которые в дальнейшем мы будем пополнять, а также учились решать задачи на вычисление производных. Важно помнить, что данных тем недостаточно для полного закрепления материала, поэтому необходимо прорешать еще больше примеров со своим классным руководителем и повторить формулы производных функций. Спасибо за внимание. До новых встреч.